добрый день уважаемые участники я попросила бы вас дать обратную связь слышно меня или видно да благодарю татьяну она правильно сказала я первый раз на этой площадке марин благодарю и мне немножко тревожно несмотря на то что опыт у меня большой ну хотелось немножко бы про себя да еще рассказать чем занимаюсь я психолог педагог психолог работаю с детками детками разных возрастов до этого работала со взрослыми людьми но потом вернулась вот возрастную психологию также работаю с детьми с особенными да с какими-то нарушениями дети с особенностями раз развитием да работаю с аутистами даунами но так получилось в данной профессии уже 18 я все пишу 17 но поняла что уже в этом году 18 люблю свою профессию развиваюсь постоянно именно в рамках профессии не хочу ее менять психология это как моя жизнь да также да у меня какое-то слово сегодня прямо паразит также преподаю вот ну преподаю немножко дисциплины не связаны конечно с возрастной психологии я вам сразу сейчас скину ссылочку на яндекс диск где будет презентация презентация больше я делаю для слушателей да потому что с вами буду в беседе общаться и я попрошу взаимодействовать со мной обсуждать со мной тему чтобы у нас был диалог если вы со мной не согласны вы тоже можете это говорить всегда и мы будем это обсуждать такое тоже имеет место быть раиса спасибо ну так чтобы вы знали да побольше про тему тема сегодня это развитие когнитивных функций у детей дошкольного и младшего школьного возраста эффективные упражнения сначала начну с теории но для меня как для для классического психолога очень важная потому что она формирует такую причинно-следственную связь в целом до упражнения потом сможем опираясь на теорию да и создать сами но упражнения там тоже будут так что так как дошкольный и младший школьные возраст довольно таки скажем так по возрастам такая объемная часть да это от трех до там до семи лет до восьми то упражнения будут на разный возраст но когда будет понимание как это работает то будет понимание и как работают упражнения ну давайте перейдем до когнитивным функциям можете написать мне а кем вы работаете да возможно может быть мотивацию посещения данного вебинара чем интересно может быть здесь есть родители или это педагоги 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 дошкольных учреждений марин благодарю или педагоги младших классов но я так понимаю что в основном здесь все профессионалы и все мы знаем что такое когнитивные функции это память внимание мышление и как они важны для развития этих функций важно для наших детей потому что вроде бы да что такое когнитивные функции но даже эти когнитивные функции помогают не только в успешности в дальнейшем в обучении когда эти функции развиты но память внимание мышление помогают социализироваться и быть успешным человеком в обществе но я думаю что это самая главная цель воспитания детей тут немножко периодизация дошкольного возраста как я сказала это очень большой промежуток большой период начиная с трех до лет это младший школьный возраст средний дошкольный возраст 4 5 лет и старший дошкольный возраст от 7 лет ну естественно младший школьный возраст 7 до 9 лет но сейчас я вам скажу обладая определенными знаниями в работе с детьми очень рано дети начинают взрослеть очень рано начинает формироваться такие ну как подростковый возраст да и следовательно поведенческие реакции поэтому уже обычно к десяти годам вот дети переходит на пубертат ну хотелось бы немножко поговорить немножко про теорию да пока раиса не сказала про пиажей можно раис я благодарю вам за обратную связь сан спасибо за поддержку нет каждый человек вообще имеет да на мнение но тут важно чтобы вы понимали кто я может быть я с улицы пришла села наушники одела и вещаю поэтому и рассказываем а вот почему немножко хочу остановиться на теории жанна пиаже потому что наверное это классика жанра кто из ну изучал когнитивные процессы это швейцарский психолог больше конечно сейчас я ориентируюсь в работе на русских психологов таких как лев семенович выгодский ну и конечно все мы используем в работе периодизацию эльконина бориса данииловича мы тоже потом я параллели проведу с пиаже но почему пиаже да пиаже именно говорил как формируются когнитивные функции и что когнитивные функции играют такую важную роль в развитии ребенка и психики он выделял четыре стадии первое это сенсомоторная когда ребенок взаимодействует с предметами да ну понятно что такое сенсорика что это мотор что такое моторика и таким образом познает и формирует связи с этим внешним миром вторая стадия ну первая стадия 02 года вторая стадия 27 лет и это уже предоперационная стадия когда появляются уже какие-то операции да при взаимодействии ребенка с этим миром на этой стадии у ребенка часто формируется почему потому что вопрос почему он задает взрослым потому что ему хочется больше знать об этом мире но не всегда он может перенести да там эгоцентризм есть небольшое мышление не может перенести что он отдельно от других людей общества и он что другие немножко видит это все по-другому третья стадия тоже непосредственно конкретных операций чем хороша наверное эта теория почему я решила о ней поговорить потому что она но для меня созвучно с именно с развитием мышления да что сначала у нас наглядно действенное мышление формируется в онтогенезе я беру до развития ребенка от начала до зрелости потом уже наглядно образное мышление начинает формироваться когда ребенок уже с помощью зрения и взаимодействия с образами и потом только словесно-логическое ну наверное немножко потом там про все процессы поговорим не только об мышлении да и памяти восприятия и внимания слайда что я уже сказала что когнитивные процессы они очень важны и нужны для не только развития да как мыслительных функций но и также для развития успешности человека в обществе давайте немножко да про восприятие быстро теорию чтобы говорю что такое восприятие это понятно да это когнитивный процесс который ну это сводится к ощущению это ощущение но восприятие не сводится просто к сумме ощущений да мы воспринимаем эту действительность уже которая прошла переработку да как бы так поэтому восприятие довольно таки сложный процесс и больше чем сумма ощущений с помощью восприятия да и развивая восприятие у детей дошкольного младшего школьного возраста опять же мы делаем его более эффективным и более продуктивным в будущем ну и в настоящем конкретно поэтому развитие восприятия в любом возрасте мое личное мнение то что вообще мозг человека развивается постоянно да какие-то новые нейронные связи у меня и знакомая врач невролог которая со мной не соглашается всегда она будет ребенка ко мне на занятия и когда я говорю совместные занятия с детьми и с родителями говорю что вот сейчас это занятие на моторику мелкую моторику понятно да что будем развивать структуру головного мозга она говорит в нашем с вами возрасте уже ничего не развивается идет на убыль но я не совсем согласна может быть я просто оптимист все сферы да сейчас говорим о когнитивные но понятно что все сферы связаны эмоционально волевая сфера и мыслительная сфера поэтому у детей все это тесно связано но также как взрослых что такое внимание всем понятно да это избирательная ориентация восприятия на определенные объекты внимание не буду говорить почему важно в любом возрасте ну потому что чтобы когда ребенок умеет удерживать внимание до фокусироваться на каких-то объектах и предметах то естественно это больше дает до такой почва для развития каких-то познавательных функций в дальнейшем память память что это тоже психический процесс которая направлена на то чтобы хранить воспроизводить до жизненный опыт какую-то информацию состоит из запоминания хранения и воспроизведения без памяти тоже никуда и сформированная хорошая память помогает успешно развивая но в развитии в обучении и вообще в действиях ребенка мышление немножко коснулись да это высшая форма отражения и наверное без мышления мы никуда до мышление вторая сигнальная система то есть речь это то что нас отличает от животных но это про периоды бяжи я очень люблю теорию льва семеновича выгодского да и вот в его теории в этом возрасте дошкольном больше всего нагрузка идет на память и с помощью памяти ребенок может воспроизводить какие-то действия и в социальном плане но это это все про то что почему до актуально развивать когнитивные функции и почему это важно для наших детей ну промышление да что знак наглядно действенное потом наглядно образно и только потом формируется словесно логическое там мы сказали хотелось бы еще о важности до когнитивных функций сказать чтобы вы понимали что такое для нас когнитивные функции но вроде бы все просто и легко да мы все умеем у нас есть память у нас есть восприятие но для детей это такой новый этап сначала дети с помощью сенсорики познают этот мир они трогают предметы они соотносят когда мы называем эти предметы потом с названием этих предметов дальше они уже начинают понимать свойства и функции этих предметов что с ними можно делать и это очень сложный процесс если не помогать и не поддерживать ребенка в этом процессе не помогать помощью какой-нибудь там упражнений взаимодействия то он может немножко отставать в этом развитии но у меня есть опыт работы с не очень благополучными семьями так как я работаю с семьями в кризисных ситуациях также то бывает вот у детей как такая знаете ну я не скажу задержку психического развития да потому что я не по мпк а видно что не сформировано например восприятие в пространстве то у ребенка хотя по возрасту должно не сформировано цвета восприятия и тут непонятно да так как я знаю условия его проживания что это практически был ребенок маугли предоставленные сам себе а у родителей были там свои развлечения то понимаете без нас ребенок не может освоить эти функции и именно эта задача взрослого сопроводить ребенка в этот мир помочь и быть рядом дмитрий я сейчас зачитаю да так развитием я зачитаю вслух вы не против дмитрий все зависит от людей от самого человека развития может наблюдаться там где ответа принимается усилия а где усилий нет там закономерная деградация возможно врач была права в том смысле что большинство людей желание развиваться особенно в плане восприятия в пожилом не наблюдается ну и три я поняла вашу мысль я правильно поняла что ты не хочешь дай ты деградируешь я благодарю что поддержали меня в этой теме тут у каждого своя правда да и я начинала с профессии и была близка гуманистической психологии масло у меня был близок а сейчас вот люблю льва семеновича выгодского первая игра до теории вас не грузить я вам покажу карточки эта игра с карточками но они не очень там дорогие довольно таки бюджетно стоят у меня они просто есть почему решила поделиться с этой игрой потому что она мне кажется довольно таки эффективный да она развивает и логику и внимание у детей ну опять же что любую игру тут вот карточки которые созданы дать по графе сделаны называется игра ну тут видите да короткие истории они есть там другого года перевыпуска там будут на короткие истории 2 просто у меня она очень старая 2001 года выпуска смысл игры в том что здесь есть карточки вам видно такие вот карточки с изображением все картинки всех картинок можно их связать и составить такой рассказ игра хорошо развивает речевую функцию хорошо развивает логику и ну как внимание и мышление играть можно группой но у меня не было игры большой группы да я понимаю что если воспитатели то вам интереснее когда можно увлечь сразу в игру в игровую деятельность всех детей но опять же что это же импровизация можно попробовать я вот обязательно тоже попробую потом расскажу получилось не получилось просто у меня нет таких больших групп потому что у меня группа маленьких детей они по две группы и их там по семь человек и не всегда они в наличии то есть нету возможности в чем смысл игры участникам раздаются картинки и они должны составить мини картинку и сделать на основании этих картинок связанный рассказ вот извиняюсь если ребенок если ребенок мы выкладываем есть две картинки которые никак не связаны то есть они у нас 1 до провозик и зайчик потом мы к этому зайчику ну например можем присоединить поросенка да и потом уже ищем что по сюжету можно играть когда два участника да и участники выбирают и формируют самостоятельно сюжет и это формирование такой логики да и потом ребенок начинает рассказывать про свою картинку опять же чем хорошо хороша такая игра потому что это формирование причинно-следственной связи в мышлении когда ребенок может не только эту картинку найти соединить да но и также воспроизвести в речевой функции да это опять же уже про то что это развитие словесно-логического такого мышления то это делает его успешным сегодня все про успешность по игре понятно я в связи с тем что переживаю наверное очень быстро говорю да я тороплюсь в речи когда вот есть внутренняя тревожность у меня есть такая особенность несмотря на то что дышу все нормально спасибо рейс я поняла игры на развитие внимания рейса вы кто по профессии ну вы просто мотивацию чтобы понимать присутствие на вебинаре да благодарю всех марин но я не то что волнуюсь потому что первый раз да вы незнакомая аудитория незнакомая площадка ну поэтому так вот все это игра для более маленьких то есть если картинки тут в возрасте ну как бы тут можно и для маленьких да но опять же у маленьких деток речевая функция речевая функция еще не до конца развита да что это способствует ну предыдущая да вот игра способствует развитию речевой речевой функции да но ее можно использовать и в более старшем возрасте в младших классах я вот провожу занятия с детками в младших классах и детки как бы тоже охотно участвуют в таких играх и в таких мероприятиях и им это еще интересно но это если группой да вот в рамках занятия если я дома своему сыну бы предложила поиграть 8 лет в такую игру он бы отказалась но потому что для него это уже не авторитет на не скажем так ненужном так игры на развитие внимание это простая да простое упражнение мы можем использовать ну либо распечатанную такую картинку если кто-то рисует у меня были вот студенты на практике которые хорошо рисовали и они например мне какие-то методические материалы рисовали здесь надо найти всех зачат на полянке и показать да это же можно использовать но это для младшего дошкольного возраста понятно да что давай сосчитаем можно сюда когда я очень люблю знаете это тоже вот из опыта пришло что так как у детей все-таки ведущая деятельность это игровая деятельность да когда мы то или иное задание обыгрываем то для ребенка это намного интереснее намного увлекательное чем ребенок просто выполняет какое-то задание поэтому обыгрывать ну там взять зайчонка плюшевого да даже пусть это не будет связано с зайчонком а просто плюшевую игрушку и сказать что вот совместно с этой игрушкой давай сейчас найдем всех зайчат на полянке и посчитаем и для ребенка это будет эффективно это издать тоже на внимание опять же эти упражнения похожи на найди всех котят на картинке где они спрятались что они делают можно чтобы даже если нам важно то есть я почему говорила вот сначала что для меня важна теория когда мы понимаем да вот эту вот взаимосвязь что сначала наглядно образная да развивается мышление сначала мы показываем ребенку и объясняем а уже затем словесно логическое да то есть ребенок без нас не сможет вот эти функции самостоятельно да в полной мере развить ну нет сможет да как сказал Дмитрий да что все зависит от людей да и от ребенка и даже если у него не очень хорошая семья и с ним не занимается все равно когнитивные функции да будут развиты все равно он там где-то чему-то научиться и если захочет стать более успешным во взрослом возрасте то доберет это во взрослом возрасте да какие-то знания умения навыки поэтому конечно но тут про то что своевременное да опять же да что по выгодскому когда есть зона ближайшего развития и ребенок готов это понимать учиться этому то нам надо вовремя ему дать этот материал и вот с такими картинками добрый день наталья можно не только формировать внимательность тут можно и формировать и мышление да давай классифицируем котята это к какому там к чему относится да домашние животные тут можно формировать счет то есть если это ребенок более старшего возраста и например речевая функция уже сформирована ну если мы это предъявляем младшим дошкольникам то он нам просто показывает потому что дабы не может ничего сказать а если речевая функция сформирована то мы можем и классифицировать объединить да в классификацию этих котят и посчитать сформировав таким образом знания да о счете ну и даже сочинить рассказ что же тут на картинке то показано да как это ну они похожи да вот это покажи подарки все на формирование из моего детства да потому что все наверное мы разные по возрасту здесь но вот были такие даже когда кто-то там покажи да найди вот спрятанные вещи то есть еще упражнения да с тех времен сейчас есть модные книжки но мы я сыну покупала очень активно дочки почему-то не покупала не формировала у нее внимание когда там целая книжка где надо искать спрятанные предметы и в конце нужно найти там какую-то обезьянку и это очень сложно на самом деле потому что обезьянка очень-очень глубоко спряталась и надо применить да вот свое внимание сфокусироваться на картинке для поиска обезьянки опять игра на внимание да и нет это моя любимая игра с детства ее со мной в нее играла бабушка но сейчас я ее тоже применяю уже как педагог психолог бабушка моя не была ни педагогом ни психологом бабушка была агрономом жила в деревне видно ну мне кажется что это единственная игра которую она знала формирует игра не только внимание но и формирует речевую опять же функцию формирует мышление да и понятийную базу формирует у ребенка наверное сталкивались да кто-нибудь играл в такую игру в детстве да и нет да и нет не говорит черное белое не носить взрослые предлагают ребенку ответить на вопросы да ну например а какого цвета халат у доктора так как ребенку белое нельзя говорить это в инструкции сказано то ребенок должен например сравнить ну халат у доктора цвета молока это очень сложно если вы сейчас вот давайте я вам попробую задать ну такую вот придумаю историю а вы попробуйте сами быстро для себя ответить приходит королева на бал в черном платье какое платье по цвету темное хорошо дмитрий а еще дмитрий вот если как в сравнении как ночь да вот мне ближе вот тоже да как женщины и мужчины мне ближе вот темная как ночь благодарю но согласитесь это не так легко да хотя мы с вами уже взрослые люди у нас сформированы все когнитивные функции они у нас уже развиваются активно так как у детей они формируются и туда требуется больше сил то у нас они уже не формируются а развиваются и все равно это нелегко ну мне так кажется да вот все равно надо подумать поразмыслить а для детей это еще и как игра но опять же когда мы даем какую-то игру надо понимать имеет ли понятий вот эту вот базу ребенок то есть может быть он реально не сталкивался да и для моей вот девочки у меня девочка 8 лет у которой вот я вам говорила не сформировано цветовосприятие не сформировано восприятие пространстве и во времени то для нее такая игра будет просто чем-то нереальное развитие зрительного внимания ну тут будет развитие мышления да исключение лишнего любую картинку можно использовать четвертый лишний белопольской тоже вот иногда задают вопросы что понятно что четвертый лишний это такой материал для изучения да мышления то есть диагностический диагностическая методика но я не против чтобы диагностические методики и это имеет место быть использовались использовались как для развития да и для формирования каких-то качеств но не все да не будем брать там из нейропсихологии да методики но вот такие методики я считаю почему бы и нет ко мне один раз пришел подросток и я стала проводить шульта таблицу на внимание и он говорит слушайте а я видела такое я говорю где он в тик токе это упражнение для формирования внимания но с другой стороны почему бы и нет если эти цифры постоянно менять то это формирует и да заставляет направлять внимание на эту табличку почему бы и нет так же и четвертым лишним да когда ребенок может фокус ну отличать да выделять что-то общее при том называть что здесь лишнее найди отличия предлагается карточка ага Светлана добрый день предлагается карточка с изображением двух картинок имеется несколько различий очень простая методика все я думаю ее использовали если не использовали то да опять же методика из нашего детства когда можно ну таким простым образом да сформировать внимание человека следующее упражнение это выкладывание узора или мозаики счетных палочек но я счетные палочки в своей работе не использую не потому что у меня какое-то там негативное отношение к счетным палочкам у меня просто их нет я люблю работать с теми материалами которые у меня есть поэтому расскажу вам про бусики да как это работает тут указано что надо представить ребенку форму какую-то но это не то что вы пишете ребенку 0x да и потом внизу обозначения лучше зарисовать потому что все таки восприятие больше еще ну он опирается на то что видит да на зрительный анализатор поэтому лучше зарисовать чтобы ему было проще повторить можно использовать бусинки у меня вот дома бусинки да мы для себя но это больше вот такая формула которая написана 0x это больше да для педагогов как это работает то есть мы например зарисовываем тут разных цветов но это можно и цветовосприятия да формировать но пусть это будет маленькая и большая бусинка ну вот лучше зарисовать если это маленький ребенок да младший дошкольный то видно бусинки большая бусинка маленькая бусинка то зарисовать например большая маленькая там или две маленьких две больших бусинки и чтобы ребенок уже повторил можно вообще сначала самим сделать на ниточку да такое очень ожерелье детям очень нравится если у них на в итоге получается что-то вот сделанное да то есть это вообще можно создать ожерелье у меня есть это бусинки моей дочери она тут рукодельничает да вообще я использую бусинки которые старых бус добрый день надежда из старых бус и которые ну просто они уже никому не нужны они уже со временем порвались поэтому я их складываю бережно и формирую такие вот ну для работы вещи чем хорошо да во первых это мелкая моторика если ребенок маленький ему можно помочь да вместо нитки использовать леску это формирование понятийного да вот этого аппарата и опять же внимание более старшим детям если это младший школьный возраст это тоже будет упражнение интересно и тогда мы можем например дать обозначение этой формуле да что ноль это маленькая бусинка там или красная зеленая икс это большая бусинка я люблю такие вот упражнения связанные с развитием моторики у меня был опыт работы со слепыми детьми слабовидящими слепая но полная потеря зрения была девочка и вот для нее вообще вот такие упражнения всегда хорошо шли и тут если вы еще сделаете и дадите потом ребенку как результат да какой-то браслетик или бусики это еще и работает как формирование положительной самооценки а положительная самооценка всегда положительно отражается на всех процессах и функциях с рисовывания по клеточкам когда мы сначала да рисуем какой-то спасибо за поддержку какой-то предмет да ну есть такое понятие графический диктант понятно да что когда мы диктуем по клеточкам это немножко другое это когда мы рисуем сами вот и и потом просим повторить ну и назови предмет ребенку даются рисунки замаскированными перечеркнутыми предметами наложенными друг на друга ну тоже вот сегодня из дома веду трансляцию да на работе вот не взяла да чтоб вам показать иногда используется для исследования диагностики восприятия развитие слухового внимания вообще слуховое внимание тоже очень хорошо работает и хорошо заинтересовывает ребенка и тут можно и про инструменты да и какую-то включить композицию да чтоб он попывал и постучать ну если ребенок маленький то это простукивать ритм да чтобы он повторял 4 стихи ну упражнения такие наверное всем знакомые да но может быть кто-то да что-то новое найдет кто-то работал кто-то не работал но наверное стопроцентно такие которые работают почему упражнения игровые всем понятно да потому что у нас игровая деятельность ведущая ведущая деятельность это игровая 4 стихи мы говорим задание ребенку земля руки вниз вода руки вытянуть вперед воздух поднять руки вверх огонь произвести вращение руками вот и ребенку надо повторить тоже смотрим да как он повторяет и с помощью такого можно формировать если я в своих занятиях как делаю я все время сначала например даю упражнение какое-то где требуется усидчивость они сидят а потом ну это более такое подвижное упражнение и таким образом происходит приключение внимания и дети легче воспринимают информацию нет такой нагрузки большой если честно то я даже с аутистами работаю но я как психолог да я не как воспитатель то есть мы меняем игровую деятельность на такую обучающую поэтому мне тут легче но люблю вот так чтобы дети привыкали в работе хотя для них понятно да что удерживать внимание очень сложно и что в три года ребенок там может внимание удерживать от шести до пятнадцати минут только в четыре года от восьми до двадцати минут так игры на развитие моторно-двигательного внимания кто летает съедобное несъедобное добрый день ну да что понятно что с помощью таких вроде простых игр но формируется внимание быстрым и легким способом называем предмет да если это летающий то ребенок называет летает и машет крыльями съедобное несъедобное тоже наверное все в детстве играли используйте в работе так вот это упражнение очень эффективно для развития развития когнитивной функции ухо нос ребенок слушает и дотрагивается да если мы говорим ухо то он дотрагивается до уха если говорим нос то дотрагивается до носа очень даже интересно когда дети играют в группе и опять же мы можем все время ускорять темп название ухо нос и поверьте это не так уж легко особенно удерживать внимание при этом что еще какие-то действия выполнять и даже взрослым это будет тяжело когда они уже со временем внимание долго удерживать выполнять упражнения запрещенное движение когда мы показываем движение и дальше идет серия других движений и потом мы говорим что вот это движение именно ну в начале потом в начале нельзя повторять смотрим как ребенок реагирует и насколько он воспринимает насколько он внимательно слушает потому что еще если группа детей если один ошибется да то следовательно все остальные кто не проявлял внимание будут ошибаться ну это предъявляем картинку на формирование памяти понятно что у детей в младшем возрасте зрительная память лучше развита в более старшем это уже слухоречевая память то есть эту методику можно выполнять и для маленьких детей до которых речь еще не совсем сформирована да то есть показываем сначала картинку и потом убираем ту картинку и предлагаем ребенку назвать кто катался кто лепил снеговика кто катался на лыжах кто катался на санках вот сейчас кто-нибудь мне давайте я предъявлю просто сначала дам инструкцию да предъявлю предыдущую картинку но так как вы взрослая на пусть это будет 3 секунды да а вы мне назовете потом хорошо 3-4 секунды и теперь скажите кто лепил снеговика кто катался на лыжах кто катался на санках кто катался на коньках а просто да когда мы думаем что для детей так легко а если например мы не фокусируем нас нет и тут и хорошо да на внимание формируется и на формирование памяти процесса памяти так никого со мной нет кто хочет повыполнять упражнения Дмитрий там было со мной на связи Марина вы ушли ага лиса спасибо Марин лиса на лыжах а кто лепил снеговика помарин мишка лепил мы сейчас вернемся я сама не пойду я не концентрирую если честно а ёжик на санках ага так а что медведь светлана а а медведь вы мне отвечаете вы мне отвечаете снеговика медведь снеговика красиво звучит заяц на коньках ну давайте ага мне здорово благодарю так на коньках заяц да медведь лепит снеговика лиса лиса на лыжах ёжик на санках ну и довольно таки я говорю что интересно и легко это какие игрушки были на картинке мы сначала предъявляем картинку с игрушками да а потом следовательно ну предъявляем другу картинку сначала картинку на которой игрушек меньше чем на второй картинке да ну вот здесь уже более вторая картинка и потом просим назвать те игрушки которые были на картинке можно совмещать да для развития с ухо речевой так скажем да для начинать чтобы начинать формироваться то есть мы можем а там чтобы он показать да потом чтоб он назвал и таким образом это будет эффективно работать для разных для разных возрастов так все про картинки тут смотрят предъявляем первую картинку тут зайка несет зайка из сказки это же моя любимая сказка про зайковые яблоки зайка несет в мешке овощи и фрукты да а потом называем что у зайки есть в мешке ну давайте опять три секундочки повзаимодействуйте со мной дмитрий людмила смотрим на мешок зайки ой что-то я как-то крикнул то ребенку надо дать понятия да то есть сначала мы говорим да яблоко было елен ну это же серия серия тех же картинок не буду останавливаться на них да что кто во что был одет жил-был кот для детей более постарше да потому что говорю все таки вот так тему тема была такая такая у меня да раздутая жил-был кот заключается в том чтобы дети продолжали да какой кот давайте тоже попробуем с вами да кто здесь кто со мной жил-был кот какой это кот кот какой у нас был каких есть у вас знакомые коты как они сибирские оксаны красивые рыжие ага прекрасно смысл в чем еще да что можно играть в группе и это упражнение также на формирование памяти не только для развития словесного логического да там мышления не только для развития речевой функции но также для развития памяти мы говорим инструкцию жил-был кот ребенок называет сибирский кот следующий ребенок называет жил-был кот сибирский кот и к нему например говорит рыжий кот следующий ребенок называет жил-был кот сибирский кот рыжий кот пушистый кот ну а и когда конечно я тут читаю да в вашем диалоге это опять же не так уж легко и формирует память знаете все сегодня извиняюсь с вами паразитами да у нас сначала да было теперь я а но прошу понимание знаете все упражнения психологии снежный ком оно хорошо для знакомства и также тоже для формирования памяти и когда друг друга имена повторяют так же и с этим котом упражнение шанхайский ну вот и представляете да вот сколько тут у нас человек участвует если мы начнем с оксана жил-был кот сибирский кот марине надо будет повторить что он был сибирским еще и красивым марине второй что он был сибирским красивым и рыжим котом присоединяем да эмо пушистый кот и дмитрия кот шанхайский и то есть понимаете да понятно что я говорю то есть что ребенку надо повторить это предложение по кругу формирует внимательность я очень часто использую еще как такое упражнение я работаю с метафорическими картинками как со взрослыми так и с детьми и я форм мы в начале занятия часто рассказ делаем с метафорическими картинками это хорошо учит слышать другого формирует память да формирует внимание чтобы удерживать да что было в начале сюжета и что было в конце для детей это не так легко но со временем они начинают это развивать это даже для детей младшего школьного но это опять же когда есть речевая функция без речевой функции это вот когда мы просим просто что-то показать называем даем да пояснение и вот в таком русле так подбираются картинки с изображением животных и пищи для этих животных тут можно использовать данное упражнение в нескольких вариациях это изначально да классификация в группы животные да классифицировать по группам пищу но и так же чтобы было понимание да такое общее развитие чем мы можем покормить это животное есть даже я не очень как бы методический материал у меня в основном сделан да распечатан но есть даже я знаю типа такие вот склейки типа пазлов да там животное и еда какая-то да или животное есть и ребенок этого животного классификация да набор предметов предметы это не обязательно рисунки да можно взять игрушки просто вот у всех я думаю в работе есть какие-нибудь игрушки по классификации да например у меня есть вот я репка огурчики это овощи да у меня есть дикие животные и домашние животные это можно и с маленькими да давай сначала вместе проклассифицируем да вот разложим домашние животные разложим диких животных совместно с ребенком да потому что он уже готов работать вместе а пока что один не готов а потом уже с более старшим возрасте можно чтобы он сам классифицировал и опять же предметы могут быть другие более серьезные и это не только изучает до мышление если вам надо диагностику но это и формирует такие простые упражнения еще и формируют мыслительные функции можно еще вас попросить об участие смотрите ну все же играли в игру слова когда пишут слово то надо составить новое здесь десять слогов да и надо придумать слово это ну вот я не знаю может быть у меня там что-то но я вот все упражнения ну я наверное привыкла так считать да и я в детях всегда вижу личность я понимаю как им сложно как им сложно учиться изучать да формировать и когнитивные функции формировать умение до коммуницировать это ну вот для них очень большая нагрузка на самом деле это нам уже кажется все просто и легко да я вот говорю уже давно говорю с там с трех лет до семи у меня эта функция очень хорошо развита и мне кажется это легко для ребенка это не так легко но кто-нибудь составил особо дмитрий ваш шанхайский код очень суперский попробуйте составить мина да как поза доза слоги можно другие до взять это к примеру то есть вы можете же их чтобы расформироваться то есть взять сначала конкретные слова да там например и потом ну чтобы ребенок видевать именно эти слова почему ого муза да я тоже вижу почему-то муза из этих слов тут сравнение предметов когда мы просим ребенка сравнить до чем похожим муха бабочка ну опять же да почему ты видел потому что это надо понимать вообще сталкивался в своей жизни ребенок с этими предметами или нет или вообще говори наоборот да это формировать ну таких умения формировать противоположность и это уже можно для более старших старших детей это такие вот как простые аналогии да как умение уже как проявление формирования логического мышления да большой маленький быстрый медленный пустой полный умный глупый ну это для больше для младших школьников маргарита не сумела удержаться что просто глаза упали на чат прямо упали такой наверное вот именно в этом случае хорошее слово опустила глаза на чат и увидела бы просто молодец дмитрий здорово я восхищаюсь вашим интеллектуальным развитием оно это искренне правда потому что ну я когда вот смотрю на эти слоги не понимаю как там что можно составить бывает не бывает но опять же да что это кидаем мяч да рассказываем что то и бывает это не бывает формируем и словарный запас да и внимание формируем да потому что ребенок может быть и знает это что не бывает но не смог среагировать ну например да почтальон принес письмо яблоко соленое почтальон письмо может принести опять же что что дети современные им надо пояснить что почтальоны иногда да носили письма а то у меня вот четвертым лишним есть такая картинка где нарисовано помните безопасное лезвие такое было оно не безопасно оно было опасно станки вставляли а у меня многие дети спрашивают что это я уже я я уже сначала начинаю объяснять да сейчас я вообще эту картинку убрала потому что даже когда объясняю они не понимают когда я говорю ну знаешь в притвенный станок раньше вставляли это лезвие нам тут тоже учитывать что сочинить сказку предложить да и можно ее потом изобразить я люблю когда вообще-то сказки сочиняют вместе в группе вот как я вам говорила для этого можно использовать ну я вот метафорические картинки использую да а потом например ее проиграть детям это интересно интересно даже младшим школьникам интересно когда она начинает формироваться да но не в зачатке формирования да это больше уже таких старшим дошкольникам речи когда начали зачатки формирования опять же мы можем эту сказку попросить изобразить да там как зайка прыгает опять же это такое хорошее познание и хорошее развитие лимоны кислые а сахар ну загадки вообще иногда дети даже на ну на загадках прямо вот им очень нравится разгадывать загадки и они даже просят волшебное яйцо бывает не бывает волшебное яйцо рисует ребенок обводит яйцо и предлагаем дорисовать да создать что-то таким образом тоже развиваем воображение воображение тоже очень важно развивать тут продолжить да продолжить ряд взаимосвязь да прорисованных кстати вот если кто-то работает с младшими школьниками да то такое упражнение хорошо для изучения сколько слогов да и в слове потому что да мы разрезаем и он когда может взаимодействовать то есть не просто мы на слух ему объясняем когда он может с этим взаимодействовать то ему легче понятийная вот эта функция легче формируется то же самое как вот мы сегодня дочка у меня в первый класс пошла она у меня маленькая совсем младшая дочка и вот задание было посчитать сколько в предложении слов ну она то считает да но опять же на более раннем этапе развития можно чтобы на каждое это слово была картинка и посчитать сколько в предложении слов пара слов да 100 дождь шапка да листья закрываем да надо запомнить пары если это вот представлена в таком виде что да для прочтения уже вот конец младшего школьного возраста но это же можно картинками чтобы они лежали картинками это и ассоциативное да мышление что ну тут ассоциации не будет потому что слова не взаимосвязаны можно слова сделать чтобы были взаимосвязаны да и формирование вспоминания найти фигуру отличающую от положения тут можно в старшем дошкольном возрасте сделай как я но тоже я проговаривала да тут больше картинка это про эмоции про изучение эмоционального интеллекта тут и эмоциональный интеллект и формирование речевой функции когда ребенок может осознавать понимать себя внутри да ну понятно что самосознание осознание начинает трех лет ему легче и тогда и что-то рассказывать и что-то делать ну это такое упражнение завершающее ах не сделал а нет еще найди среди недорисованных рисунков тот который больше подходит по образцу какой больше подходит по образцу все читаем вам Дмитрий а вы сейчас со мной какой вам кажется нет ладно не буду вас мучить я благодарю вас большое за участие да спасибо за внимание извиняюсь что там пришлось отвлекаться когда надо было выпустить мою собачку она охраняла дом сын пришел из школы и она показывала что на самом деле дом под охраной вот благодарю вас всех я надеюсь из той информации да марин спасибо за поддержку что я дала да опираясь на конкретное упражнение что было понятно да структурировано несмотря на такую немножко мою тревожность сегодня а потому что когда тревога появляется сложно даже ну как бы структурировать благодарю благодарю вас тоже в темпераменте ну это же именно скорость процессов протекания как Дмитрий можно зачитаю да вопрос скажите пожалуйста как различия в темпераменте детей влияет на их восприимчивость к стрессу и их последствиям для когнитивного развития понятно что темперамент да есть сильные типы есть слабые типы ну слабый наверное меланхолик четких типов таких нет Дмитрий вы тоже мой коллега да психолог воспитатель холерики да с более сильной подвижной нервной системой будут быстрее все таки справляться со стрессом ну как я это вижу да но не факт что у них будут быстрее формироваться когнитивные функции потому что в связи с этими быстрыми процессами например тоже внимание да может где-то не очень хорошо и быстро развиваться да а у того же меланхолика именно вот сейчас взаимосвязь между темпераментом и когнитивным процессом трудно мне такую воспроизвести но если брать стресс то когнитивные функции будут развиваться у тех детей лучше которые больше быстрее будут от стресса восстанавливаться а быстрее у нас кто сангвиник он то понятно он такой плюшевый его и в стресс и флегматик да то есть холерик он с другой стороны он будет в этот стресс быстрее впадать быстрее восстанавливаться тем справляться но а если меланхолик впадет в стресс да то ему тяжелее будет восстановиться и тяжелее из-за своей вот такой вот медленных процессов психических тяжелее потом ригидности мышления тяжелее и восстановиться и воспринимать это все но тут такого однозначного нет вот сходу да я может быть и знаю исследование но сейчас не могу сориентироваться поэтому для меня это что с сильным типом нервной системы ребенок будет быстрее восстанавливаться да и следовательно будет успешным в формировании когнитивных более успешным в формировании когнитивных функций ну вот как то так если про тип про сильный слабый тип нервной системы я ответила хоть немножко так влияет ли стресс родительный конечно влияет Дмитрий но смотрите я же говорила что сначала работала со взрослыми потом пришла на детей я вообще пришла к выводу что все в склейке работает понимаете во первых родитель и ребенок это одна система но я к этому пришла вот буквально лет десять назад честно то есть раньше я это не воспринимала и на ребенка взаимодействие с родителем конечно очень влияет если родитель будет в стрессовой ситуации то и когнитив следовательно и ребенок будет в состоянии нервозности и родитель его будет термошить я все время работаю если приводят ребенка я работаю со взрослыми а знаете есть Татьяна можно я Дмитрию отвечу да я все прощаюсь Дмитрий а знаете просто есть такие случаи когда ко мне приводят ребенка родители говорят вот он негодяй у него плохие там ну сформировали плохо сформировано внимание там на уроках не слушает и я прежде чем начинаю работать с ребенком я говорю я буду работать с вами во первых она уже видит в этом ребенке она настроена то что он плохой то что у него функции внимания не сформированы она его постоянно дергает и он ожидание ее оправдывает потому что ну это система родители ребенок это система вот ну и многие до многих надо доносить что на самом деле это может быть вот как вы говорите и какие-то личностные качества особенности ребенка что он где-то меньше усваивает да ему больше времени например что надо поменять какую-то систему действий в обучении чтобы он был более успешный но чаще всего когда начинаю работать с родителями родители от детей отлипают и у детей все нормально и опять же родители дети взаимосвязаны ни один ребенок ко мне не пришел не сказал Екатерина Александровна я так плохо учусь сделайте со мной что-то сформируйте у меня внимание это проблема родителя он обращает ну это я вот так благодарю Дмитрий я очень благодарю что вы у детей дошкольного это для меня это прежде всего игра именно со стрессом ну это я Дмитрий смотрите я со своей практики да почему игра потому что ну как бы методы и техники больше он только в игре может раскрепоститься да и сказать что да как также со стрессом можно но опять же это в форме игры использовать включать какие-то детали пластилин например которые связаны с взаимодействием с мелкой моторики когда мы ребенок лепит с пластилина он отвлекается и следовательно начинает произносить свою проблему да врачевую функцию воспроизводить когда ребенок понимает да детям стыдно сказать им кажется ну это мы их приучаем кажется что это такая глупость там я с Васькой в саду поссорилась да он меня по голове ударил а на самом деле это конфликт да а там воспитатель где-то просмотрела не урегулировала и детям очень тяжело в душе они же также переживают как взрослые а в процессе игры ребенок начинает раскрываться да ну если не берем глобальный стресс все и скачусь все до свидания благодарю большое за работу дим я вас очень благодарна вам вас вам вам за вопросы спасибо вам большое Татьяна должна была выйти в эфир Татьяна я прекращаю вещание ну вот она говорила что еще даст несколько организационных каких-то обсудит с вами организационные во благо рейс я не могла все все вы как все Продолжение следует...